Всем привет! Меня зовут Калинина Татьяна, и я приветствую вас на канале Школы Астрологии о Швине. Сегодня мы с вами разбираемся с одной из техник или явлений джаймения подхода к астрологии — это орудхи домов. Что такое орудхи? Вообще на просторах интернета я очень мало видела практической информации по поводу орудх. Помимо каких-то классических произведений астрологии, я собрала некоторый интересный материал по орудхам, который поможет вам лучше понять, что это за явление. Орудха дома — это тень дома в другом каком-то доме, в другом месте гороскопа. Орудха конкретного дома рассчитывается по тому, сколько домов от Лагны до управителя данного дома, и отсчитывая столько же домов вперед, мы узнаем, где располагается орудха. Например, в этом гороскопе орудха первого дома, орудха Лагна — это знак Козерога. Потому что управитель первого дома Марс стоит во втором доме, значит мы от Марса должны отложить еще один дом вперед, и это знак Козерога. По расчетам орудха и орудха Лагна нужно иметь в виду, что знак Козерога и знак Водолея имеют двух управителей, не только Марс и Сатурн, но и Кету для Скорпиона и Раху для Водолея. Поэтому, как вы видите в данной программе, вы можете видеть, что сама программа рассчитала орудху в 11 доме в знаке близнецов, потому что она посчитала главным управителем Скорпиона Кету, и от Кету отложила еще 12 домов. Потому что Кету в 12 доме от Лагны, и еще 12 домов от Кету мы должны отложить, чтобы увидеть орудху первого дома. Но я являюсь приверженцем основных тенденций, а не побочных, и, конечно же, этот гороскоп намного лучше читается с орудхой Лагны в первом доме. В процессе расчета орудх, или теней дома, есть некоторые исключения. Если мы говорим про школу доктора Рао, он не предлагает пользоваться исключениями, и если мы видим управитель дома в 7 доме от Лагны, то мы откладываем 7 домов, а не 10, как это предлагается через исключения, и получаем орудха Лагну в первом доме, а не в 4 доме гороскопа. Я также согласна с этой теорией, что исключения не нужны в данном случае, и орудхи в действительности без всяких исключений рассчитываются всегда одинаково. Как пользоваться орудхами? На самом деле орудхи немного описывают гороскоп в статике и очень сильно помогают анализировать гороскоп в динамике. Так как я уже сказала, это техника Джаймини, а не Порошара, она больше связана со знаками Зодиака, с предсказательной техникой Чара Даша и другими. И давайте я в двух словах скажу, где лучше всего орудхи работают. Лучше всего орудхи показывают события, которые происходят с человеком в предсказательных системах Нараина Даша, Чара Даша, в ее различных интерпретациях, Стхира Даша и другие знаковые периоды. Как анализировать орудхи разных домов? Давайте пройдемся в целом по орудхам и поговорим, что значит орудха каждого дома. Все, конечно, эти орудхи являются прототипами тех домов, к которым они привязаны и обозначают ровно то, что обозначает дом. Поэтому орудха первого дома или орудха лагна — это орудха, который будет говорить об изменениях с имиджем человека, его статусом и его телом. По сути, это еще один лагнэш. То есть орудха лагна — это еще один лагнэш. И когда в знаковый период он будет оказываться в шестом, восьмом, двенадцатых домах, мы будем знать, что статус человека, его здоровье, его общее самочувствие может быть немножко хуже. Поэтому орудха лагна, конечно, связана с социальным статусом прежде всего и с самочувствием. Орудха второго дома — это орудха, которая показывает деньги, конечно же, и ресурсы, которые мы можем получить. Поэтому в те периоды, когда орудха второго дома будет подсвечена, то есть она будет в первом доме от начала периода или в одном из знаков, которые аспектируют начало периода, значит, мы будем понимать, что в этот период у человека, скорее всего, будут деньги. Или он будет направлен на тему денег. Это уже в зависимости от того, образуется там раджа-йога или не образуется. Орудха второго дома показывает изменения в деньгах. И также орудха второго дома показывает изменения в родительской семье. Поэтому через определенное положение орудхи второго дома мы можем увидеть развод родителей или распад семьи родителей в связи со смертью партнера или разъезд родителей. В общем, разные вот эти события, которые касаются родителей рожденного человека. Орудха третьего дома наряду с орудхой девятого дома показывает, помимо братьев и сестер, помимо коротких поездок и длинных поездок, кто касается орудхи девятого дома, вместе они показывают способность человека к деторождению. Это одна очень интересная техника, смотрится по тому, сколько домов от солнца, орудхи третьего, орудха девятого дома, и делаются выводы насчет способности зачать, способности выносить. Орудха третьего дома, как я уже сказала, это про братьев и сестер, это события, которые касаются мелких поездок, рутинных каких-то поездок, или могут касаться приложения каких-то усилий в определенную сторону, то есть все как значение третьего дома. Орудха четвертого дома показывает дела матери и переезды. Недвижимость человека, его собственность может показать покупку машины, квартиры, дома, дачи и так далее. Это все тоже именно смотрится в динамике, потому что для того, чтобы произошли эти события, должна быть как-то проявлена, подсвечена орудха четвертого дома. Она может быть в первом доме или в четвертом доме. Ну, в общем, есть формулы прогнозов. Для каждого из этих событий я оставлю ссылочку внизу на наш курс профессиональных прогнозов, где прямо четко-четко и по орудхам, и по планетным периодам разобрано, как выглядит то или иное событие. Орудха пятого дома показывает дела детей, конечно же. Помимо того, что она покажет в динамике, когда будет беременность, когда вы будете получать образование, заканчивать или начинать это образование, или когда вы можете написать книгу, если весь общий гороскоп предполагает к написанию книг. Орудха пятого дома прекрасная орудха, которая обычно дает благоприятные комбинации в те периоды, когда она подсвечена. Этот период будет сильным, хорошим, неприятности будут сглажены и так далее. Это касается не только орудхи пятого дома, но и орудхи девятого, одиннадцатого, второго. То есть это вот самые благоприятные орудхи. Десятого дома еще. Орудха шестого дома говорит о болезнях, препятствиях, неприятностях, столкновениях, врагах, может быть, несчастных случаев. В общем, все самое негативное, которое касается шестого дома. Но также орудха шестого дома может быть указанием на то, что человек начинает работу, начинает свою трудовую деятельность. Орудха седьмого дома, конечно же, покажет дела семейные, перемены, статусе человека. Это может быть и брак, и разрушение брака, и события, связанные с мужем или женой человека, о чьей гороскоп мы рассматриваем. Также орудха седьмого дома показывает нам имидж человека, его статус в отношениях, его славу, добрая о нем слава или злая. Поэтому это очень важная орудха для рассмотрения в гороскопах политиков, шоуменов и знаменательных личностей. Орудха восьмого дома это одна из самых злобных орудх, самых таких тяжелых, которые, во-первых, она указывает на периоды смерти, когда у человека есть угроза смерти и когда он покинет этот мир. Вместе с орудхой шестого дома они в компании обычно это показывают. Но также орудха восьмого дома показывает на какие-то кризисы, непредвиденные обстоятельства, которые человек на пути к своей цели не предполагал увидеть. То есть орудха восьмого дома это тоже один из негативных факторов. Если мы видим, что в знаковом периоде подсветилась орудха восьмого, она аспектирует первый дом или находится в первом доме, или находится в каком-то другом доме с другими поражающими факторами этот дом, то, конечно, мы можем говорить о разрушениях в том доме, которого этого орудха восьмого дома касается. Если говорить про орудху девятого дома, я уже упомянула, что она показывает способность человека зачать и выносить вместе с орудхой третьего и солнцем. Но еще орудха девятого показывает, конечно, рождение детей. Когда орудха пятого и девятого соединяются, происходит рождение ребенка обычно. Орудха девятого также показывает еще и путешествия, переезды, иммиграцию в другую страну, шанс благоприятный получить высшее образование. То есть орудха девятого дома это одна из самых благоприятных орудх. Орудха десятого это тот фактор, который говорит нам о переменах в работе. Ну, это может быть смена работы, начало трудовой деятельности, конец трудовой деятельности, рост или понижение статуса в карьере. То есть все касаемо нашей работы и карьеры. Орудха одиннадцатого дома говорит о прибыли в судьбе человека, о том, что он может получить какие-то подарки судьбы, награды за свой труд. Даже если орудха второго расположена плохо, на орудха одиннадцатого хороша, человек, несмотря на то, что будет мало зарабатывать сам в этот период, он все равно будет жить благополучной жизнью за счет, например, супруга или помощи со стороны родственников, или с помощью друзей. Но так или иначе, орудха одиннадцатого дома говорит об исполнении наших желаний, о наградах за наш труд, о каком-то росте, ну и вообще всех счастливых таких моментах, когда желания наши исполняются. Орудха двенадцатого дома, она обычно никогда так не изображается. Она изображается как Упа Лагна, Упа Пада, Упа Лагна, Упа Орудха. Это вот все названия орудхи двенадцатого дома. Она говорит, как ни странно, о делах брачных. Вообще древние астрологи, наверное, считали, что двенадцатый дом имеет какую-то связь со смертью человека. Когда он вступает в новые отношения, он как будто бы старый, его личность умирает. Ну и также двенадцатый дом связан с сексуальными отношениями, с тем, что скрыто от чужих глаз. Упа Лагна, конечно же, имеет отношение к браку, к заключению брака, к расторжению брака, к изменениям в отношениях и тому подобные вещи. Поэтому орудха двенадцатого дома Упа Лагна и орудха седьмого дома, они обычно в аккомпанементе друг с другом показывают изменения в браке. И Упа Лагна это показатель прежде всего брачных дел. Второе, Упа Лагна все-таки она имеет значение двенадцатого дома как разрушительного и часто она указывает на периоды смерти в семье одного из родственников хозяина гороскопа либо о смерти самого хозяина гороскопа. В общем, все орудхи в сочетании друг с другом дают разные события, как вы уже поняли. И, конечно же, в одном видео я не впихну всю эту информацию, и даже если я ее впихну, вы не сможете ее обработать, потому что все необходимо делать на предметном анализе, на гороскопах конкретных. И это сделано, опять же, в нашем курсе, ссылочку на которую я оставлю, это «Формула прогнозов». Но что самое главное я могу вам сказать, то что орудхи, так же как и планеты, управители домов, создают раджа-йоги, паривардхана-йоги, тхана-йоги и все другие благоприятные комбинации. Если говорить о статике гороскопа и том, как увидеть через орудхи какие-то дополнительные нюансы в судьбе, я вас призываю обратить внимание на то, в каких домах отлагны эти орудхи расположены и с какими планетами вместе они расположены. Ну, к примеру, если вы видите орудху пятого дома, которая должна отвечать за детей в соседстве с падающим Марсом, например, или с пораженной Венерой, то вы должны понимать, что нужно смотреть более подробно на пятый дом управителя пятого и все дела пятого дома, саптамшу дополнительно, потому что с детьми что-то может быть не то. Если вы видите, что орудха девятого дома соединена в одном доме с орудхой десятого дома, то, конечно же, это раджа-йога, такая же раджа-йога, которая формируется от соединения управителя девятого дома и десятого дома. Поэтому соединения орудх также важны, как соединения планет, но они работают именно в динамике. Вы можете вычислить, если не знаете никаких прогностических методик, вы можете по статичному своему гороскопу посмотреть, орудха какого дома укреплена соседями, которые рядом с ней стоят, какая ослаблена. Какие-то общие критерии скажут следующее. Нахождение орудхи в триконах благоприятный фактор, в кендрах благоприятно, в дустханах плохо, в домах упачаи плохо в начале жизни, хорошо в конце жизни, это дома роста. В общем, все обычные наши принципы, с которыми мы смотрим на гороскоп, работают и для орудх. Но, тем не менее, все-таки большее могущество имеют планеты, соединения планет, указания на качество планет, а орудхи это дополнительный инструмент. Самыми интересными, конечно, для рассмотрения являются орудхи 6, 8 и 12 домов. Очень хорошо, очень хороший фактор, когда орудха 8 и 6 никогда не влияют вместе на какой-то определенный дом. Мы здесь говорим об аспектах и, конечно, соединениях. То есть, когда орудхи 6 и 8 вместе, это самый, наверное, неблагоприятный фактор. Это значит, что когда будет под период этого знака зодиака, где они находятся, здоровье человека будет разрушаться. И в целом, следующий период, это комбинация передвинется, например, во второй дом, в третий, четвертый, в пятый, и она постоянно будет вредить какой-то сфере жизни. То есть, то одно вываливается из рук, то другое. Хорошо, когда орудха 6 и 8 никогда не отбрасывают вместе аспект на какой-то дом. Мы говорим здесь о знаковых аспектах. То есть, самый наилучший вариант, когда, например, орудха 6 располагается в двойственных знаках, а орудха 8 располагается в фиксированных или кардинальных знаках. Тогда уже точно они не пересекутся, точно вместе не будут аспектировать кого-то третьего. И это самый такой позитивный вариант. Но если у вас все-таки есть те дома, гороскопы, на которые орудха 6 и 8 влияют постоянно, более подробно рассматривайте эти дома и знайте, что там, конечно, будет какая-то часть негативной кармы. Нужно на это обратить внимание. Субтитры создавал DimaTorzok